Добрый вечер. Давайте начинать нашу сегодняшнюю трансляцию. Итак, у нас девятый день онлайн-форума «Секреты успеха лидеров Арифлейм». Я рад вас приветствовать. С вами на связи Александр Васечко, организатор онлайн-форума. И если вы меня уже слышите, если вы уже подключились и есть у нас с вами такая обратная связь, то, пожалуйста, поставьте в чате плюсики, и после того, как я их увижу, будем считать, что можно приступать. Итак, сейчас как раз проверка связи у нас идет. Раз, два, три. Есть. Есть. Есть контакт. Есть контакт. Все. Отлично. Запустили. Итак, я вас поздравляю. Мы начинаем девятый день онлайн-форума «Секреты успеха лидеров Арифлейм». Смотрю, огромное количество участников у нас подключается. Прямо с каждой минуты вырастает на плюс сто, двести, триста, четыреста, пятьсот. Вот. Ну вот. И так далее. Вот так мы с вами подключаемся. Очень хорошо. Поделитесь, пожалуйста, как ваше настроение, как вообще ваш настрой, потому что мы с вами работаем в таком очень интенсивном режиме. Наверное, далеко не каждый день так приходится и не всегда так интенсивно. Вот. И, может быть, вы уже устали от ежедневных спикеров лучше, чем вчера. Отлично. Шучу, конечно же. Хорошо. Тогда, 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 тогда. Да. А вот давайте сегодня сделаем такой момент. Такой, вот так нестандартно начнем сегодняшний наш форум. Я задам вам вопрос. Вы, пожалуйста, в чате его напишите. То есть, ответ на него напишите. А с каким ожиданием вы сегодня пришли, вот именно сегодня на онлайн-форум? С какими вопросами? Да, помните, вы уже, если вы усваиваете тот материал, те рекомендации, которые вам давали предыдущие спикеры, то сегодня вы, по идее, должны уже идти с какими-то конкретными вопросами для того, чтобы взять по максимуму сегодняшнего мероприятия, сегодняшнего выступления, от той информации, которую вы планируете получить от сегодняшних спикеров и от тех, кого вам предстоит еще услышать завтра, напишите сейчас, пожалуйста, в чате, с какими вопросами и с какими ожиданиями вы пришли на сегодняшний день онлайн-форума. Вот, а вопросов, ответы из серии вопросов много, это не подходит, это значит, что вопросов нет, они не записаны. По идее, все, что вам сейчас необходимо было бы сделать, это открыть тот файл или тот документ, в котором вы напечатали все, что вам сейчас не дает покоя или не дает роста. И осталось только открыть этот документ, скопировать и вставить в чат. И вот мы таким образом сейчас проверим, насколько вы подготовились к сегодняшнему мероприятию. Так, хорошо. Как убрать из головы блок на богатство? Личностный рост 4 восклицательных знаков. Это вопрос или что? Так. Как правильно ставить цели? Как за каталог закрыть 22%? Как заставить новичка включиться в работу большими буквами? Кричит Рита. Как мотивировать своих людей? Как сопровождать? Как получить информацию для запуска бизнеса? Как получить? На вебинаре слушайте. Как начать вести? Так, отлично, отлично. Давайте, давайте, вытаскивайте, пишите вопросы, которые у вас есть. И, кстати, я это делаю не просто так. Не просто так. Потому что сегодняшнее выступление, сегодняшняя встреча, она у вас будет особенной. И первый спикер, с кем вам предстоит сегодня провести сегодняшний вечер, у нас как раз будет такой интересный формат, когда у вас появилась уникальная возможность задать свои вопросы и получить ответы. То есть мы у нас, у нас как раз будет режим такой сегодняшней трансляции, вопрос-ответ. И я думал, кого же можно, кого же можно, сейчас, извините, пожалуйста. Кого можно пригласить на такое ответственное мероприятие? Кого можно поставить на вот этот горячий стул или за круглый стол или, понимаете, да, формат? И, на мой взгляд, самый подходящий человек, с которым я лично давно уже знаком, которым всегда можно обратиться было за помощью, советом, или чья иногда брошенная фраза, она так глубоко, скажем так, задевает за тонкие струны души, что после этого как-то все начинает расставляться по полочкам, и вот проходит некоторое время, и понимаешь, что благодаря этой встрече, благодаря этому совету, рекомендации или дружескому похлопыванию по плечу, жизнь меняется. Вот, я так скажу, жизнь меняется, отношения меняются, понимание меняется, действия меняются. И я с удовольствием хочу вам представить сегодня, вы уже наверняка догадались, я знаю, что многие из вас с этим человеком знакомы. Для многих из вас он спонсор, наставник, это Бронислав Храпкин. Пожалуйста, поприветствуйте его своими аплодисментами, как у нас технически это позволяет сделать онлайн своими... Отразите, пожалуйста, насколько вы готовы встретить наш сегодняшний спикер, ну и поддержать его хорошим настроением своим. А я в этот момент подключаю Бронислава к нашей прямой трансляции и передаю вам его... Или вас в его объятия, скажу так. Бронислав, все, вы в эфире, можете, все вас слушают, все вас слышат, можете уже приветствовать. Я буду вам помогать сегодня проводить эту встречу. Прекрасно, прекрасно. Добрый день, добрый день. Очень рад, очень рад. Мы все собрались, наконец-то. И сегодня мы поговорим в таком формате, и я провожу его каждый год. Ну вот, когда, значит, надо рассказать многим людям о том, чем мы занимаемся, зачем мы вообще сюда пришли. Кто вы такие и что такое. Это называется круглый стол с острыми углами. Я выхожу как набой, как ториадор, мне задают вопросы, а я начинаю отвечать. Отвечать надо, и отвечать ты можешь только потому, что, наверное, у нас есть опыт, знания, навыки, и мы можем поделиться с теми людьми, которые что-то для себя возьмут, а может и возьмут. Потому что научить вас никто не может. Ни я не могу вас не учить, не научить ни учителя. Потому что нас этому не учили, и научить невозможно ни в академии, ни научить вас в институтах. Но у нас можно научиться. Поэтому как научиться задавать вопросы, получить ответы. Всё зависит от не мотивации, а от самомотивации. Я очень хочу, чтобы вы задавали вопросы, которые вас волнуют. И я буду рассказывать не как надо сделать, а как надо делать. А возьмёте вы это к себе или нет? Это я совершенно чётко не знаю. Это ваше право выбора. И вот хотелось бы узнать, ну, любой вопрос, который вам хотелось узнать, что нужно делать и как надо состояться в этой жизни. Значит, давайте, Бориславе, помогаю. Хочу сейчас организовать участников. Итак, все, кто сейчас слышал, вы все, я вижу, слышите, готовьте свои вопросы, даже не готовьте, а начинайте их писать в чат. Я буду Бориславу помогать, я буду эти... Потому что у вас их будет много. Я их буду отлавливать, зачитывать и передавать Бориславу Храпкину для того, чтобы он вам на них отвечал. То есть мы постараемся сегодня затронуть самые интересные вопросы. Ну, а те, которые не успеем ответить, я думаю, ещё найдём возможности и формат для того, чтобы затронуть и оставшиеся части. Итак, сейчас, прямо сейчас все активно. Включитесь в работу и начните писать те самые главные вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ. Борислав, а я тогда буду их отлавливать и вам передавать. Вы подписали новичка, что делать, первые действия мои. Это задал вопрос Станислав Прядченко. Вот такой интересный вопрос. Действительно, кстати, многие сталкивались, что делать с человеком, который вот подписали, заманили, зарекрутировали, втянули в этот бизнес или не знаю куда, Борислав, что дальше с ним делать? Всё зависит от того, зачем вы его подписали и нужно ли было его подписывать. С какого он рынка? С тёплого, горячего? Или он с холодного рынка? Раньше мы это всё знали и делали только с одного рынка. Это с тёплого. Поэтому я уже заранее знаю, кто этот человек, что он человек, у меня к нему только один вопрос. Расскажи о себе. Мне это очень нужно знать. Я задаю вопросы, он не отвечает. И я решаю, какой задать следующий вопрос. Задача моя только одна. Так, надо отключить. Дай мне телефон. Всё. Я пока помогаю. Станислав уточняет свой вопрос. Он говорит про холодный рынок. И в связи с этим у него и вопрос. Что делать с человеком с холодного рынка? Холодный рынок – это совершенно другой рынок, что и тёплый. И для того, чтобы с холодного рынка подписывать человека, надо знать в два раза больше, чем ты знаешь человека с тёплого. Потому что твоя задача – перевести из холодного рынка в тёплый рынок и только потом регистрироваться. Вопрос только один. Расскажи о себе. И задаём мы вопросы не потому, что нас это как-то интересует, а потому что нам надо знать, интересен мне этот человек в моей команде или нет. На первых порах мне, конечно, интересен человек, если у него есть, как он говорит, проблемы. У нас проблем нет, у нас есть задачи, и мы с ним будем решать его задачи. И человеку не важно, сколько ты знаешь. Важно, что ты проникся его проблемами, заботами, бедами, и вот тогда он пойдёт за тобой. Поэтому здесь очень важно с холодного рынка знать очень много, даже больше, чем ты знаешь для тех людей, которые у тебя в тёплом рынке, которые тебя знают и могут просто пойти за тобой. И это легче делать. Но если ты уже ушёл на холодный рынок, а это делается тогда, когда ты в незнакомой обстановке, или как сейчас мы сидим вот здесь вот и разговариваем, а раньше этого не было, и мы выезжали в Якутию, это был Магадан, это Мирный, это был Ускут, Иркутская область, это была Армения, это был Липецк. Вот там, когда ты не, в принципе, знаешь одного, и с этого начинаешь, остальных ты не знаешь. И результат Казахстана, это вам должен показать, что я тоже приехал туда, только потому, что там был один человек, который пошёл на меня, знал меня, и он был как бы с холодного рынка тоже, и это Колтур. Это интересно так вот всё-таки. Но самое главное, что ты думаешь о том и о построении своей команды. Знания, самое главное знания. И энтузиазм ничего не решит, если нет знаний. У Сталина был... Извиняюсь, что встреваю в отговор, просто по ходу, и смотрю, вопросы такие поступают. Вы сказали, что встретили Алексея Колтона, он стал вашим, зарегистрировался в вашу команду, и многие, кстати, знают. Кстати, сегодняшнюю встречу давайте поблагодарим Алексея Колтуна за то, что он уступил своё место Брониславу. Именно благодаря ему вы сегодня можете слушать человека, с которым редко, когда у вас появится возможность встретиться. И вот, Бронислав, по ходу вопрос я вижу. Например, Диана и ещё многие участники говорят, а вот как привлекать мужчин? Мужчины не идут. Как-то сложно и так далее. Там вопросы повторяются, но смысл в том, что как мужчин-то привлекать в бизнес? Всё очень просто. Однажды когда-то я выступал в Казанском регионе, и Сергей Борисович меня спрашивал, все знают, кто такой Сергей Борисович, Канашин. Говорит, а вы что летите? Я говорю, вы попросили, я полетел. А у тебя там есть кто-нибудь? Я говорю, нет, у меня нет никого. Он был удивлён. Как-то нет никого, я лечу. Я говорю, ну как же, отдохнуть надо три дня, всё будет хорошо. И я прилетел туда и выступал, и был очень хорошо принят. А потом мы спустились, и там был банкет. И меня подвели, сказали, Борисович, вот ваше место. И там сидела молодая пара. При виде меня они сказали, ой, я говорю, а что такое? А как быть успешным? Сразу спросили они. Я сказал, успех не приходит наспех. Он говорит, а как это сделать? Я говорю, ну поднять, мадам сижу и пойти танцевать со всеми. Человек обиделся, видно, и так я понял. Но в это время подошли и сказали, Борисович, скажите тост. И я экспромтом говорю, эй, башкиры и татары, разобьёмся все на пары. И пошёл танцевать. Прихожу, а человек, а им оказался Эдуард Васильев с Татьяной. Как вам, интересно? И он говорит, и всё же, что же надо делать? На ходу спросил он меня, сидя за столом, я говорю, мужиков приглашать? Он говорит, каких мужиков? Я понял, что я переборщил, сказал, ну мужчин. А он говорит, а есть разница? Я говорю, есть. Потому что есть мужчины, сексуальные, бисексуальные, есть успешные, есть неуспешные, есть богатые, не богатые. А мужик, он всегда мужик. Мужик сказал он, это суда-то, где одни женщины с клетчатыми сумками? И я ему сказал только одно, а ты-то сам как сюда попал? Он говорит, понял. И он говорит, я единственное, спрошу, можно я вам буду звонить? Я говорю, звони. И начались звонки. Вот так же, как Татьяна Семенова нас доставала из Казахстана каждый день. Она находила нас, и у нее все время были вопросы. Кто не знает Татьяну Семенову, мало. Таких людей в эфире, кто не знает Татьяну Семенову, Антона, Максима. Да? Через 4 месяца он мне говорит. Звонит и говорит. У нас нет вопросов, но есть просьба. Я подписал своего брата, Сашу, Александра, и у него родился мой племянник. И мы хотели бы назвать вашим именем. Вы согласие даете? Я не знаю. В этой области там у меня и у него нет ни одного консультанта. Но у меня там есть человек, которого зовут Бронислав, ему 13 лет. Поэтому это очень важно научиться правильно расставлять акценты в жизни. И мне безразлично, какой в моей ли команде, в этом ли, в этой ли компании человек, мне важно, есть человек, который живет в Российской Федерации. И чем людей будет больше материально обеспечений, тем у нас жизнь в России будет лучше, интереснее, грамотнее. И здесь надо разобраться вообще, зачем ты пришел сюда. Или тебя влекут только деньги, но тогда это другое тело. И компания же нам дала возможность маркетинг-планом устроить свою жизнь, измерять своими потребностями. И не обязательно рваться к высотам, потому что оказывается быть очень богатым в нищей стране это моветон, это некрасиво. Поэтому задача у нас только одна, состояться как личность. Не быть лидером, топ-лидером, топ-топ-лидером, а становиться личностью. Значит, сначала быть признанным и только потом востребованным. Определиться, что тебе нужно для жизни. Если ты мечтаешь только дорваться до звания президент и получать очень большие деньги на фоне нищих людей, которые стоят, это одно. Ну, тогда фамилии надо менять на Коломойского или Прошенко. Потому что деньги все равно будут портить. И мы это видим. И мы это видим, как качественно меняется структура в компании Рифм. Люди в погоне за золотым тельцом забывают, что есть нравственность, гражданская позиция, духовность. И наша задача именно с этой стороны рассматривать нас как цель личности. Приняслав, мне кажется, этот вопрос будет тоже сюда в продолжении той темы, которую вы сейчас раскрываете. Наталья задает вопрос. Значит, а как приглашать и работать с человеком выше меня по статусу? Вот так звучит этот вопрос. Еще у Светланы как выгнать тараканов, которые сидят в голове и мешают стать успешным? Мне кажется, вот вот раскройте на... Вот вопрос, как вы приглашаете людей выше меня по статусу? Я часто встречаю вот что вы на это скажете? Вы знаете, я когда-то в жизни все задумывался, с кого бы взять пример. Говорили, здесь женского надо брать. А я все-таки рассматривал это то, что нам говорят, говорит наша вера, ну, христианская, в которой мы здесь живем. Она говорит, не сотвори себе кумира. И когда мне говорили, с кого добрать пример, я почему-то представлял себе Ленина в семейных трусах или Крупскую в нижнем белье и с базеткой. И рушились эти кумиры. Не сотворите себе кумиров. Вы самый главный человек на земле, который должен себя слышать. И работать, и работать, если слово нравится работа, я его не люблю и не употребляю. Потому что слово работа это слово раб. Над собой, только над собой. Не работать на детей хозяина, потому что свои есть. Не работать на себя ни в коем случае, это эго. Если у вас семья, и вы здесь в компании не работаете, а сотрудничаете с компанией, вы зарабатываете деньги или материальные блага не только для себя, но и для семьи. А вот самое главное, это работа над собой. Каждый день. Каждый день работайте. И Тамила когда-то говорила нам, поработайте над собой, так как вы работали над советскую власть. Каждый день. И через два года обеспечите себя, своих детей, и это еще нерожденных внуков. Поэтому это очень важный вопрос. Это каждый раз работа над собой. И в Арифлейме здесь есть специальная таблица, где можно знать, как работать над собой каждый день. Это кто я? И мы это проходим. Каждый, кто со мной соприкасается, проходим это на мне. И как это делать ежедневно? Как заглянуть в зазеркалье и спросить себя, я кто? А потом сделать анализ и спросить, кто я? И ответ предусматривает два вопроса. Пассивный, вы пассивный или активный? Вы человек, если вы пассивный, говорите, о, это надо много знать, это надо работать, опять учиться, но здесь я вам соболезную и могу предложить от компании только мыло, не дешевшее, не дороже, а доступное, а уж верёвку сами найдёте, потому что упрашивать вас быть материально обеспеченным я не буду. Но если вы говорите «Я хочу то, я хочу то, я хочу это, я хочу это», на ответ «хочу», есть слово «делай». Что ты делай, делай. Вопрос по ходу, кстати, секундочку, сейчас, вот вопрос, а какие внутренние изменения должны произойти с человеком, если мы уже затронули эту тему, на ступени, вернее, не на ступени, а к ступени бриллиантовый директор? Не знаю, к сожалению, кто задал вопрос, не успел скопировать, но он повторялся. Ну, значит, мы должны пройти первую стадию развития. Это, конечно, пирамида Абрахам по слову. Вы помните ее, нет? Давайте мы сейчас поднимемся. Вот у меня есть такая, сейчас я посмотрю, есть ли у меня здесь. Да, есть. И мы это делали у себя. Вот видите, сидел где-то на каком-то семинаре, который меня вообще-то вот такая, меня видно, да? Взял вот то, что у меня было под рукой и начал составлять то, о чем мы сейчас говорим. Видите, это написано еще руками. Давайте тогда мы раскроем эту тему, будет очень интересно. Так, первый этап работы на себя, на хозяина, на себя, и ты здесь потребитель. Так, давайте мы сейчас тогда посмотрим. И здесь самое главное начать, и здесь есть мотивация от. От чего мы выходим? Так, сейчас мы посмотрим, что тут. лозунгом здесь будет то, что мы говорили, бди, быть, делать, иметь. Это девиз. Мотивация от. И здесь как бы мы говорим имидж ничто, жажда все. И смотрим пирамида потребности по маслу. и здесь внизу самые базовые это сон, еда, секс, безопасность, здоровье. Второе наверху одобрение, уважение, чувство причастности, любовь, самореализация. Это первый этап, через который вы прошли для того, чтобы стать хотя бы директором или хотя бы золотым директором, и это тут все ясно. но если вы хотите дальше идти по лестнице успеха, то предстоит работа над собой, это как одно из главных, и это будет работа над собой. И здесь уже совершенно другое будет. И здесь второй этап мы как созидатель. И здесь все нужно понимать. анализировать возможности в себе физические, психологические, умственные, этические, нравственные, причинные и духовные. И здесь уже совершенно другое это мотивация к чему, к чему мы должны идти, к высотам. И здесь жажда ничто, уже мы наполнили себе свои желудки в этом самом имидже всего. И здесь уже все идет совсем другое. Здесь уже пирамида Маслову находится в самом низу этой пирамиды. Это потребности уже, которые есть в пирамиде. И дальше идут убеждения, ценности, философия, культура, религия и дух. По-разному это надо. Это надо пройти эти стадии, иначе никогда мы не сможем добиться того, что мы хотим. Потому что мы пришли сюда уже на готовое. Мы определились и будем сотрудничать с компанией, которая работает тоже в пирамиде. Но в пирамиде она работает какой? Частной. Мы с вами находимся в частной пирамиде. Чем она отличается? Эта пирамида наша частная компания Арифлим от других, ну хотя бы от государственных. Но нету профсоюза, прожаловаться некому, тех, кто работает в этой пирамиде. И в этой пирамиде нашлось нам место внизу. И если вы знаете, 150 человек подписались в первую линию под компанией в России. Тамела подписалась 70-й случайно. Сейчас осталось очень мало людей, кто был подписан под компанию. И эти 150 человек, которые стали приводиться людей во вторую, третью и так далее, очень выгодны для компании. Они привезли сюда больше миллиона консультантов. Что-то понятно я говорю, да? И в этой пирамиде мы создали свою пирамиду. Она называется товарная или экономическая. И если есть товар, что нужно делать с товаром? Ну то, что мы, то, что говорит компания, продукт есть, продавайте, продавайте, продавайте. А мы люди другой формации с вами. У нас высшее образование у кого-то есть, кто-то кандидат наук, и мы говорим, ой, мы никогда не продавали, мы этим не будем заниматься. А чем вы будете заниматься, говорили нам? Мы будем потреблять эту продукцию, потому что это нам нужно каждый день. Мы каждый день моемся. Я когда встречаю человека, спрошу, вы сегодня умылись? Он задает вопрос, а что за вопрос? Конечно, мылся. Я говорю, я вас об этом просил? Нет, и мы даже не знали друг друга. Так вот, это делают 140 миллионов каждый день. Задача, чем они моются и предложить свое. У нас есть возможность, у нас есть, что вам предложить. Понятно я говорю? Это очень большая тема, не просто так. Это надо все разложить по полочкам. И обычно это у меня проходит наверное часа 3-4 тема какая-то одна. Если мы с вами будем так вот сейчас разговаривать, это уйдет несколько дней. Ну как правило 3-4 дня. Бронислав, у меня есть такое предложение, вот интересный вопрос, как раз по поводу и пирамиды, и масло, и мотивации. Елена пишет, наверное, это с самого начала, что нужно начать, пишет дословно, как добиться самомотивации. То есть вроде бы знаю, что нужно делать, и какие деньги есть в компании, но почему-то ничего не делаю или делаю, или то делаю, то не делаю, а потом перестаю, перегораю быстро. В догонку пишет еще Татьяна, как побороть страх выйти из зоны комфорта, я думаю, тоже сюда же относится. То есть вот вопрос знаю, что делать, но не делаю, наверное, так звучит. Что с этим делать? Вы знаете, это очень интересная тема, конечно, это все нормально. Ну, во-первых, если ты уже зашла в зону комфорта, зачем тебе из нее уходить-то? Надо совершенствоваться. И это называется работа над собой. Очень просто. Возьмите, напишите, кто я наверху и разделите на четыре столбика и напишите, что там надо делать. Первый столбик у вас будет очень простой. если вы записываете, сделайте, ради Бога. Это напишите мои положительные качества. Второе, мои отрицательные черты характера. Первое, с молоком матери дается. Второе, приобретенное в среде. Следующее, это самое, что я хочу в себе изменить. И четвертое, что для этого надо не делать, а сделать. А потом все очень просто делается. Находите время, когда все заснут, заходите в ванную комнату, закрываетесь на замок, чтобы вас не потревожили, не сдали потом в психушку, и разговариваете с умным человеком. Кто умный человек у вас в семье, как вы думаете? Вы сами. Перед вами зеркало. Вы раздеваетесь догола и начинаете себе задавать вопросы. Какие положительные качества? Я молодая, я интересная, я, значит, и начинайте все себе. Я 90-60 на 90, а если это не так, прямо пишите, кто вы есть. Я обучаемая. И вот начинаешь смотреть. Я вспыльчивая, но я и отходчивая. Вот ты напишешь, я отходчивая, а в другую ты пишешь, я вспыльчивая. Как побороть? Очень просто побороть. Научиться слушать себя. А потом вы делаете, если вы хотите в субботу полежать побольше, значит, вы просто ленивый. Что надо научиться? Поздно ложиться, рано вставать. А если вы это напишите, я ленивая, что для этого надо? Ну, пишите в следующем. Завести будильник. А если будильника нет, ну, вот человек, с которым вы рядом лежите, скажите, меня половина шестого выпихивает с кровати. И так каждый раз положительных качеств у вас больше, чем отрицательных. Если было бы наоборот, ну, обязательно темные силы, наверное, все-таки сыграли с нами такую нехорошую службу, и нас с вами не было. потом вы делаете анализ того, что у вас вышло, кто я. И там пишите все, что у вас. Я мать, только не говорите хорошее, вас оценят потом. Я мать, я дочь, я, ну, в общем, все-все-все-все положительные качества. А потом делаете после этого резюме. какое? Кто я? Я пессимист или оптимист? Если пессимист, не надо начинать, это не к нам. А если ты оптимист, ну, тогда просто бери и начинай делать. Вот что делать, все расписано. И мы когда-то составляли такую книжку лидера. И у кого ее нету, постарайтесь у своих вышестоящих наставников ее найти. Тут вот все написано. Здесь подругились очень многие люди. У меня вот еще подбисями всех наших. И мы здесь вот первый новичок. Что надо делать? И как? Вот ваш покорный слуга на первой странице вместе с Ольгой Пивенштейн и с командой мы говорили и отвечали. Обязательно простудируйте, что делать, как выходить за три каталога. Тут все написано. Будете делать, значит будете идти по лестнице успеха. Кстати, лестница успеха, если вы не знаете, по-итальянски называется Ла Скала. Это как вам интересно? Это лестница. У них лестница, лестница творчества, успеха, и у нас это лестница успеха. И поэтому каждый, кто хочет это все надо почитать много. И если вы прочли и у вас нет ничего, ну, значит, вы себя к интеллигенции не причисляете. Интеллигенция книг не читает, она их перечитывает. Что-то понятно я говорю? Если вы что-то не поняли, значит, надо перечитывать, пока до вас не дойдет. и неважно, что не сразу, потому что мы, начиная с 17-го года, все были больны на голову. Мы жили в то же самое в страхе. И мы ждали, когда социализм придет, потом нам коммунизм грозили, но ничего не произошло. Вот сейчас наш праздник наконец-то пришел 25 лет назад в страну пришел многоуровневый сетевой маркетинг. И мне то же самое посчастливилось в этом деле поучаствовать в виде баррикад в 91-м году. И тогда мы тоже выходили и тоже не понимали, зачем мы здесь. Ни в какой партии мы не состояли, а кругом было лозунги свобода, равенства, братства. Французская революция. И мне задал вопрос кто был в моей команде, я был сотник, и мне задал вопрос известный наш глазник Федоров, который был в моей команде. Он всех своих вооруженных послал туда в Белый дом, а ко мне спустился. Но я знал, что ему тяжело, у него не было ступни. и он сидел, говорит, ничего не пойму, мне-то зачем это нужно, у меня свое тело, что я пришел сюда, лозунги свобода, мне творчество нужно, и я его имею. И мы тогда решили вместе с ним, что нам свобода не нужна, потому что свобода без дисциплины это анархия. Нам абсолютная свобода с вами не нужна, потому что абсолютная свобода это одиночество. Вот наши пенсионеры абсолютно свободны. Если они могут спуститься во двор, они или забивают домино, или собирают банки и бутылки, что нам нужно с вами и нам нужно с вами только одно воля. Мы вольны делать то, что нам захочется. И сейчас я захотел, я выступаю, могу, мог и не выступать. Оказывается, мне это нужно, потому что меня интересует, как же будут жить мои внуки и правнуки, тогда, когда меня не будет. Что мы оставляем своим детям? Какой след мы оставим в этой жизни? Не наследим оставим след. Что обо мне будут думать те люди или мои родственники, если я начну заниматься не тем, что нам предписывают эти компании, переписывать, набирать продукцию, продавать ее никак. Поэтому здесь очень важно, кто вы, что вы и зачем пришли. Поэтому меня не устраивает слово лидер, топ-лидер и топ-топ-лидер. Мне важно, чтобы я остался личностью, потому что награды и звания, они приходят и уходят, а личность остается. И, как я говорю, когда ты личность, откуда-то появляется на личности. и вы это увидите, не стремитесь быть кем-то, именно все это придет, если вы будете делать одно и то же, повторять и делать, и не падать. Вот это самое главное. Здесь много аспектов, и мы могли, я с каждым говорю, потому что, когда я начал заниматься и обучаться, сначала в Америке, это стоило очень больших денег, а потом в Милане я услышал фразу у дистрибьютора номер один компании, который сказал, я никогда не раздавал каталоги, я богат, я никогда не раздавал визитки, я богат, я не клеил лапшу в телефон, в телефонной будке, я богат. И сказал, думайте глобально, действуйте локально, с каждым человеком. И я бросил призывать своего спонсора, чтобы вместе мы с ним двое на одного, трое на одного, всем бортом на одного, один на один. И от того, сколько ты знаешь, человек будет тебе раскрываться лучше, потому что ты разговариваешь с ним и о нём. Что-то понятно? Это очень важно. Не много чего не нравится, что нам предписывает ну вот значит те выражения, которые существуют у нас в сетевом маркетинге. А ведь к сетевому многоуровневому маркетингу мы вообще-то и даже не приближались очень близко. Мы играем в игру под названием той компании, которую вы выбрали Орифли. По их правилам. И что они говорят? У них работают заводы, делаются продукции, и компания говорит, продавайте, продавайте, продавайте. А мы чтобы смягчить, нет, мы будем что? Потребляйте, потребляйте, потребляйте. Приглашайте, чтобы человек пользовался, и приглашал человека, который пользовался. А компании нужны объёмы. Они говорят, рекрутируйте, рекрутируйте, рекрутируйте. Слово рекрутируйте мне тоже не нравится. Я говорю, нет, рекрутировать не будем, будем приглашать. А чтобы приглашать, нужно знать, на что приглашать. И здесь, конечно, самое главное, на те возможности, которые даёт компания. Вот и всё. Кстати, я вам принесла, по ходу я ещё добавляю вопросы по поводу на что приглашать. Так, сейчас, секунду. у нас где у нас там задали вопрос, что делать, если люди прям только что был перед глазами, отказывают, а вот, Татьяна пишет, Калякина, очень много людей отказывается от предложения бизнеса. То есть, вот что ей можно посоветовать? То есть, с одной стороны, вот есть возможности и так далее, приглашения делаем, а люди отказываются. Давайте тогда мы с вами так. Это очень хорошо. Вот напишите слово бизнес крупно. Написали? Зачеркните. Пишите по-русски, как я его понимаю, без нас. Без нас. Прямо напишите без нас. А следующую черточку я взял напишите дело. Мы мухи отдельно, котлеты отдельно. Это у компании бизнес. Это они прошли тяжелую, это они прошли все риски из своего дела превратили, что дело приносит доход. И они стали организовываться, поняли, как можно это в том капиталистическом мире приумножить это все и начали заниматься не только косметикой. Они же занимались всем чем угодно и даже сейчас это делают. Но они взяли первую линейку продукции, а захотелось больше. И они хотели вторую, но ничего не получилось. Начали с третьей. В Китае открыли завод и когда прошла прибыль, начали делать вторую линейку добавки или наши знаменитые витамины. Правда? вот и третья. Мы работаем трех линейка. Косметика, добавки пищевые, правда? Наши. И еще вот наши это самое то, что делается в Китае. Шерпатриб это. Здесь очень важно понять, что мы ни в каком не бизнесе. Тогда давайте напишите, пожалуйста, то. Давайте мы с классиков начнем, чтобы где-то видеть. И когда я это понял, я нашел выражение. Пишите. Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово. Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, запятая тире, значит оскорблять и здравый смысл, и здоровый вкус. Виссарион Григорьевич Билинский. надо говорить так, как всегда говорили. У нас никогда не было бизнесменов в России. У нас были предприниматели. Кто предприниматель у нас был? Давайте я вам сейчас скажу. Давайте научим Бакрушин предприниматель. Знаете такого, да? Музей Бакрушина. Рябушинский. Гучков. Алексеев. Это прадед Станиславского. Мамонтов. Третьяков. Братья Рябушинские. Они все делали и они себя называли предприниматели. Они не были какие-то бизнесмены. И потому что они у них было чувство высокой ответственности перед народом. Они начинали быть меценатами. Кто-то открывал МХАТ, кто-то делал еще что-то и так далее. Кто-то один железную дорогу и создал оперный театр и так далее. Строили все, что могли. И отдавали вот то, что зарабатывали, часть зарабатывали. Я что-то не слышал, чтобы наши бизнесмены что-то делали. Строили школы, что-то еще что-то делали, заводы, детские сады. Я не слыхал не, чтобы они делали по большому счету. Единственный человек, который начал это сделать, это Владислав Титюхин, тагильский меценат такой вот, который все свои деньги, а это миллиарды, вложил все свое состояние, медицинский комплекс, это в Тагиле, в Нижнем Тагиле, и построил самый современный медицинский комплекс в Нижнем Тагиле, и ушел из бизнеса. А это миллиарды он вложил. Это самый главный, он занимался, он был в Форбсе, в этом списке Форбс, один из совладелец, он доктор технических наук, совладелец он Никель, наш российский Никель, они начинают зарождаться эти меценаты, но они себя не говорят, что они бизнесмен, они предприниматели. Вот это надо понять. Назовите свое, мы открыли дело, не даром, моя маленькая книжечка называется «Дело в кармане». Дело. Почему-то все хотят быть менеджерами, а менеджер это кто? У нас вот я вышел на улицу, у нас тут менеджер подметает дворник, я спросил, вы когда там будете, там вот сделала, он говорит, я говорю, вы дворник? Он говорит, нет, я менеджер по уборке территории, куда ни плюнь, везде одни менеджеры. и неважно, и неважно, как вы называетесь, мне даже неважно на каком проценте вы сидите, может вы сядете не на процент, а на тангенс и на катангенс, а лучше всего, я вот для таких людей держу всегда пирамиду, вы сядете на пирамиду, вы знаете, где у вас геморрой, здесь или в голове, значит, все по-другому, мозги надо перевернуть и думать, думать, куда вы пришли, зачем вы пришли, а компания вам только помогает, и если у нас нечего предложить, вы глубоко ошибаетесь, когда-то у нас было два только каталога на английском языке, да, мы клеили эту лапшу по-русски, нам было тяжело, но мы это делали, и два каталога всего лишь, а компания взяла и сделала 17, она понимала, что у нас будет перетрубаться, потому что, как говорил Ленин, государство это аппарат насилия, и нам все обязательно придумают еще какие-то казусы, ЖКХ, еще что-то повысят, налоги повысят, ничего нам не снизят теперь, и для этого есть рост у вас по гарьерной нашей лестнице, и это нужно для того, чтобы если нам что-то опять сделали, или пенсию снимут, или еще что-то, ну сделаем, давай еще одного человека, давай двух человек, давай трех, сравняй, чтобы у тебя была не продуктовая лукошка, которую нам дают, а действительно корзина, они же говорят, что мы даем продуктовую корзину, а это лукошка, которая остается, это очень важно знать, все, что дает компания, она оправдывает свое назначение здесь, Магнус наш, он не говорит, что мы сделаем компанию номер один многоуровневого сетевого маркетинга, он говорит, мы хотим сделать компанию номер один в мире компанию прямых продаж, он нас не обманывает, а мы не замечаем, мыаем, самые лучшие, самые, самые, я никогда не говорил, что мы самые лучшие, я говорил, мы одни из лучших, у нас самый лучший маркетинг нет, у нас один из самых лучших. Один из самых. Не надо выпячиваться. Не надо плодить себе врагов. Вот это самое главное. У нас врагов нет в других компаниях. Они нам не враги, они вот как раз партнеры. Все, что хорошо в той компании, идет к нам. То, что у нас хорошо, 17 каталогов и есть, и так далее. Они наши партнеры. Как это понять? Вот здесь как раз и есть гражданская твоя позиция. Если горит дом, и люди вам говорят, помогите, спасите, вы можете пройти мимо этого, чтобы не быть свидетелем, чтобы вас не затаскали. И вы не будете спрашивать, вы из какой компании? Мэри Кэй? Эван? Подождите немножко, из компании Арифлим есть кто-нибудь? Вот это ваша гражданская позиция. Поэтому если вы мои соседи в другой компании, это не значит, что это плохие люди. Просто мы не дошли до них. Мы поленились и не пошли. И они пошли в другую компанию. Поэтому давайте каждый раз разбираться. Кто мы? Что мы? Зачем мы пришли? Что мы хотим? Есть там какие-нибудь вопросы? Ой, это надолго. Да, ну, время летит с космической скоростью. Здесь уже участники делают пожелания. Давайте, Бронислава, будем слушать аж до завтрашнего дня. Ладно, это я шучу. Я предлагаю в завершение очень интересный вопрос. И мы, кстати, на нем и закончим наше сегодняшнее выступление. Брониславом Владимир Маковеев очень настойчиво задает очень интересный, на мой взгляд, вопрос. Он так подводит черту. Бронислав, на чем лично вы сейчас совершенствуете? Чему учитесь? Ведь человек постоянно развивается. Я думаю, это интересный вопрос. Когда мне вручали такое знак отличия профессионал России, я понял, что профессионалом быть нельзя. Нельзя. Как ты только сказал, что я профессионал этого дела, или какой-то отрасли, да, не знаю, по велносу, я профессионал в этом, ты остановился в развитии. У нас нету профессионала в стране. Если бы были профессионалы-экономисты, у нас не было бы дефолта. Если бы у нас были хозяйственники, и они не воровали, у нас никогда не повышался. У нас нету, каждый себе задает, есть ли у нас профессионал-хирург. И я раньше бы сказал, конечно, есть. Но оказывается, это не так, потому что профессионал-хирург в свои 60 или 70, когда у него уже болезнь Паркинсона, и он будет вас пооперировать, вы не захотите к нему идти. Оказывается, главное не быть профессионалом, но профессионально действовать. Я хотел бы быть профессионалом в орифлейме, но я не могу себя назвать, потому что, оказывается, каждый 21 день новые продукции. И все, начинать надо сначала посмотреть, что это такое. И компания делала все. Когда мы пришли, было 150 только номинований, из них 70 в натуре. А сейчас тысячи номинований компания. Она делает свое дело. И нам надо откликаться. Но мы делаем простую работу. Мы с вами делаем абсолютно простую работу. Мы дешевая рабочая сила. И мы продаем и приглашаем. Или бы рекрутируем. Продаем и приглашаем. И мы только боком занимаемся сетевого маркетинга. Потому что у нас бы никогда он не пришел сюда, этот метод. И он пришел сюда позже, чем это было на Западе. Почему? Ну, потому что у нас не было персональных компьютеров. Как только персональный компьютер появился, у нас начал развиваться сетевой маркетинг. Потому что невозможно посчитать наше вознаграждение. Потому что деньги у нас идут не сверху вниз, а снизу вверх. И это надо все разобраться. А разобраться можно легко. Два года, Томила говорила, два года. Вы обеспечите все, сядьте. И день, и ночь попробуйте задавать вопросы своими наставниками. Не вышестоящим. Как называется вышестоящим? Он называется оплайн. И когда он приглашает тебя, то ты даунлайн. И останешься дауном до тех пор, пока не научится приглашать людей. А чтобы научиться и быть интересным, ну, вам надо учиться много. Люди будут приходить только на интересных людей. Ну, вот тогда наступит этот праздник Пасхи, это выход из рабства. Вот 20 лет мы уже проходили здесь, в Рифлееме. 20 лет. Люди меняют себе несколько работ за это время. А мы здесь. Почему мы здесь? Да потому что мы совершенно четко знаем, что компания, которая пришла, она делает все, чтобы поднять нас действительно с колен. Когда-то и мы мечтали, что, может быть, все может случиться, и нам надо развивать свою косметическую промышленность. Когда это будет? Но когда перестанут собирать с нас налоги, и потом куда-то в неизвестном направлении наш пенсионный фонд куда-то их задевает, вместо того, чтобы построить нам завод. А строят кто? Компания Рифлеем. Два завода уже построили. Один продал здесь вот, на нашей Новой Риге. Он продал, но зато построили завод, самый крупнейший в Европе. Они строят. А нам еще, наверное, было рановато, потому что у нас нет ни альпийских лугов, чтобы было сырье такое и так далее. Вот каждое слово здесь – это навес золота. А мы должны разобраться, зачем мы пришли, куда мы пришли, и что ты делаешь для того, чтобы не говорить, что ты любишь семью, а просто делать и идти к тому, чтобы она была материально обеспеченной. Не богатой, а материально обеспеченной. И всегда я говорю, ты приходишь сюда, скажи, сколько тебе нужно денег? Обычно говорят, чем больше, тем лучше. Был бы миллион, а знаю. Я говорю, это не праздный вопрос. Мне нужно у человека спросить, сколько, на какую сумму дать ему знаний. Если он хочет тысячу долларов, я не буду ему рассказывать обо всем. Потому что это мое личное время, я могу распоряжаться им только по своему усмотрению, давать или не давать. И наша задача – отказать. Если человек не делает, отказать. В знаниях – это самый тяжелый проступок. Когда человек приходит и хочет очень быстро. А быстро не получится. Мы на много лет вперед смотрим за горизонт. За горизонт. Потому что смена. И тому пороку молодежной команды, которая у нас есть. Понятно, да? Я очень рад, что я как-то причастен к этому делу. Понятно, чем я? Бронислав, большая благодарность от меня и от всех участников. Я просто смотрю сейчас чат. Уже на протяжении 10 минут пишет слова благодарности за те поднятые темы, за те глубокие мысли, вопросы, которые вы успели за эти 45 минут раскрыть. И наше время, к сожалению, подходит к концу. И нужно готовиться передавать уже слово следующему спикеру. А вам еще раз большая благодарность за участие, за выступление. Спасибо. Спасибо. Значит, я послезавтра буду на Органшо-группе. Мне нужно, я же все-таки там тоже состою. Почему я пришел в онлайн? Ну, потому что, зная офлайн, невозможно, не зная офлайн, невозможно потом сотрудничать в онлайн. У вас будет много народа, о чем говорить, вы не знаете. Поэтому тут надо все совместить вместе. Надо очень много работать над собой. Именно над собой, каждый день. Читать надо много, задавать себе вопросы. Надо. И это обязательно чувствовать себя не свободно, а больно. Вот сижу я сейчас в городе Звениграде. Это подмосковная Швейцария. И то, что нам дает возможность компьютер, это общаться с вами. Но я люблю, конечно, через скайп. Когда я вижу человека, когда я вижу глаза, и когда мы можем общаться совершенно открыто и на нашем доступном языке. Понятно, да? Это очень важно понять. Потому что вы пришли сюда не случайно. Постарайтесь выжать все из того, что нам протянули соломинку. Это Божья благодать, наконец, распростерла свои длани над нашей Россией, многострадальными. А что будет, мы еще не знаем. Давайте воспользуемся. Итак, давайте поблагодарим еще раз Пронеслава. Пронеслав, я тогда еще раз спасибо от меня, спасибо от всех участников. Знаешь, обычно мы спасибо говорим с первой тысячи долларов, с двухтысячной. Когда ты получаешь эти две тысячи долларов, стоишь, смотри, бумажка, вернее, тебе цветы. А мужу, который ты пригласил, дают табличку. Но это деньги не его. Потому что он, поэтому он говорит, я тебя, я тебе, значит, не мешаю, я тебя поддерживаю. Как только скажешь, что я тебя поддерживаю, считай, что он тебе не доверяет. Ты же не писанская башня, чтобы тебя поддерживали, он в тебя не верит. Но тогда и ты. Твоя задача – отказать ему в его отчаяниях и надеждах на ночь. Это мы потом поговорим, с кем нужно. Ну, кстати, судя по тому количеству благодарностей, которые поступили в виде слов «спасибо», мы можем их пересчитать в те тысячи, которые должны люди получить или на которые должны увеличить в ближайшее время доход. Когда вы помните, с меня стало. И как говорила мне Ферафонтова, есть такая Нина с Алексеем, они мне говорили, она мне говорила, я говорю, что ты такая мрачная, тебе сейчас вручили саперов и директором, тогда она еще была, сейчас она дважды бриллиантом. И она мне говорила, она говорит, а что, знаний много, а денег мало. Вот это и есть позиция. Знания должны быть больше, чем вы получаете. Это понятно? Быть интересным человеком для всех. Пойдут на интересных людей. Так что вот, до встречи, давайте, до встречи. Не прощаемся. Я встречу свое день рождения в Германии, у дочери. И еду туда помочь нашим родственникам за рубежом. Вот так вот бывает в жизни. Ну, отлично. Итак, все, мы на этом отключаемся. Вернее, вы не отключаетесь, участники остаются в прямом эфире. И сейчас традиционно, пожалуйста, подведите итоги сегодняшнего выступления. Первое, напишите, сколько, что именно ценного для себя вы вынесли. Ну, на какие вопросы, с которыми вы пришли, вы получили ответ. И второе, что не менее важно, а какие действия, что вы планируете изменить в своих же действиях, или какие действия начать делать уже с сегодняшнего дня, для того, чтобы... Для того, чтобы получать то, ради чего вы пришли. в сетевой маркетинг, компанию Reflame, в эту компанию, в эту команду, в эту особую группу людей, по-другому даже не знаю, как назвать. Пронесла. Все, на этом отключаемся. Спасибо. Я вас отключаю из эфира уже. И до скорой встречи. До скорой встречи с вами. До свидания. И сейчас у нас как раз пока идет небольшая пауза техническая, для того, чтобы подключить нового спикера. Пожалуйста, подведите итоги сегодняшнего... В итоге из сегодняшнего выступления, что вы для себя вынесли, зафиксируйте обязательно. И не отключайтесь. Не отключайтесь. Мы продолжаем. Буквально через пару минут. Продолжение следует... 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 Ну, каждый через это в любом случае прошел. Вопрос такой, вопрос по тому, а для чего вы пришли в Reflame? Вот как бы вы сейчас, каждый из вас написал или сформулировал, или ответил на этот вопрос, ну вот, как понимаете, так попробуйте напишите сейчас в чате, коротко, максимально емко, максимально жато, для чего? Сейчас, секундочку, у нас небольшой технический сбой. Пожалуйста, поставьте плюсики в чат, если меня слышно, я хочу проверить, что связь есть. Я на секунду отключился. Так. Отлично. Отлично. Хорошо. Есть. Смотрите, я переформулирую немного вопрос, который я задал, то есть, для чего вы пришли. А с какой целью? То есть, для чего? С какой целью вы делаете каждый день те действия, которые вы делаете или не делаете? То есть, какие перед вас стоят цели? И вопрос такой, есть ли какие-то сложности и препятствия, которыми вы вот сталкиваетесь и никак не можете преодолеть? То есть, вы перед собой поставили цель, но чувствуете, что она до этой цели как до луны не дотянуться. И, возможно, иногда даже происходит разочарование в том, что, ну, вот очередная цель, очередная задача, которую вы перед собой поставили, она как-то, ну, приходится брать, переписывать, вычеркивать, выкидывать, отказываться, возможно. И, конечно, это может быть и по самооценке, и опускаться руки и так далее. Вот, кто вот с этим знаком, скажите, пожалуйста. Так. Сейчас, секунду, пока вы пишете, я как раз заканчиваю последние штрихики по загрузке слайдов. Вот они уже готовы почти. Так. Есть, есть, я смотрю, есть сложность. Так вот, хотели бы вы сегодня узнать, как эти цели… А, вот еще там, когда ставите цели по всяким, по книжкам, по всяким правилам, по методикам, они не сбываются. То есть тоже, да, это знакомо. Хотели бы вы сегодня узнать, как эти цели надо ставить… Ну, наверное, я так сформулирую. Как их надо ставить так, чтобы достигать? Или, как их ставить и как их достигать? И вообще, как с этими целями работать? Кому интересно? Вот, есть, да, отлично. Вот я с этой темой и с этим интересным вопросом, когда мы добиваемся то, ради чего мы пришли, ради того, чего мы делаем каждый день, каждый час, каждую минуту, да, благодаря вместе сотрудничеству с компанией «Арифлейм». И я с удовольствием хочу представить Светлану Калиеву. Это бриллиантовый директор, топ-лидер компании «Арифлейм Россия», которая… ну, ее личный пример показывает, что этот человек умеет или знает какие-то секреты по тому, как ставить цель и как ее достигать. И поэтому давайте сейчас все вместе поприветствуем Светлану. Она уже в прямом эфире. Поддержите ее, потому что для нее это тоже такое большое и волнительное выступление на такую аудиторию в таком формате. Светлана, я вас подключаю. Вот вас… сейчас секундочку. Должно будет сейчас уже видно участникам. Да, есть. И буквально, пока вы представляетесь и знакомитесь с участниками, я подключаю слайды и жду вашей команды, чтобы их уже показать. Итак, вас слышно… а, нет, вас видно. Сейчас должно быть… Попробуйте нажать… где там ваша поддержка… Во, микрофон. Ну-ка скажите пару слов. Добрый вечер, дорогие партнеры. Все, отлично, слышно. Так, начинаем? Да, да, начинаем. Хорошо. Добрый вечер, дорогие партнеры. Я очень рада всех вас приветствовать. Огромное вам спасибо за ваши теплые слова, за приветствие. И, действительно, вы огромные молодцы, потому что уже время, да, и все-таки, тем не менее, вы здесь, вам… Вы хотите чего-то в этой жизни достичь, вы хотите учиться, получать знания. Это классно, здорово. И огромное уважение вам за это. И первым, как все, наверное, начинаем, да, я хочу рассказать свою историю. Моя история прихода в компании «Арифлейм». Это началось в 1997 году. О компании «Арифлейм» я узнала из уст молодого мужчины, который мне рассказывал о компании. Сначала я по объявлению пришла, и он мне рассказывал о компании, сидя в своей машине. Знаете, это, наверное, было знаково, потому что мне не свойственно было, честно говоря, даже сейчас задаюсь вопросом, пошла бы я сейчас слушать кого-нибудь в чьей-нибудь машине. Но, тем не менее, было так, и это было судьбоносно. И это был мой будущий спонсор Сергей Семенов. И, знаете, он о компании рассказывал. Для него это тоже было новое. И вот я очень хорошо помню, что о компании рассказывал он очень сумбурно. Он говорил очень много информации. Но самое главное, как он это говорил. Он это говорил с таким энтузиазмом, задором, что, вот честно говорю, я практически ничего не поняла из того, что он говорил и рассказывал. Самое главное, я запомнила, что это косметика, и второе – это деньги. Косметику я всегда очень любила, а деньги меня интересовали. Потому что на том этапе я уже сидела дома со своим первоклассником, потому что перед этим работала замом главного бухгалтера, потому что по специальности я бухгалтер. И у меня были мысли в голове, что мне необходимо найти какую-то работу, чтобы это был не полный рабочий день, но тем не менее, чтобы действительно была возможность поддержать ребенка. И при этом, конечно, помочь своей семье, чтобы как-то немножко улучшить денежные вопросы. Потому что это было очень-очень важно для нас и для нашей семьи в тот момент. Итак, значит, о компании мне Сергей рассказал, очень сумбурно, но тем не менее. Тогда был интересный момент, что в компанию можно было в течение месяца регистрировать ограниченное количество консультантов. По-моему, не более 10 человек. Что я сделала первым делом? Я пошла домой и начала советоваться со своими родными. И, знаете, это была самая грубейшая ошибка, наверное, то, что делают абсолютно многие, и с этим многие наверняка столкнулись. И первая реакция моих родных и близких была, мамочка мне сказала, Свет, ты сошла с ума, у тебя ничего не получится, ты не умеешь продавать, это не твое. В общем, меня никто не поддержал. Мне было очень интересно, мне это понравилось, но я не решилась. И я всегда говорю, что Богом было дано сверху, что мне предоставился этот шанс еще раз, тем более, что Сергей меня, когда я ему отказала, он не сильно беспокоил, потому что у него было огромное количество желающих на тот момент. И вот второй раз я еще раз пришла в компанию, но об этой компании мне уже рассказывала молодая женщина, знаете, насколько судьбоносно. Это была его жена. И когда она рассказывала, я смотрела на людей уже в сервисном центре, потому что к этому времени уже полгода работал сервисный центр. Уже были результаты у людей, уже были достижения. И я смотрела на этих людей, и меня просто вот чисто человеческий заело. У меня был один вопрос, почему у них получается, а у меня не получится. Это было решающим, судьбоносным, потому что, как я часто повторяю, когда женщина что-то втемяшется в голову, она обязательно это сделает. Потому что после этого я пришла домой и сказала, что больше я никого ничего не спрашиваю, я буду пробовать. И так это было очень интересно, это было очень ново, потому что для начала, конечно, я явилась самым главным потребителем для себя, но мне очень быстро стали объяснять и рассказывать мои спонсоры, что это бизнес, что здесь действительно деньги в общем-то не в этом состоят, что нужно работать с людьми, что нужно приглашать людей. И, знаете, мой первый самый опыт, еще ничего не умея практически, не очень сильно много что зная, меня научили таким образом, что нужно сразу же ехать, ехать в другой город, в другой регион и там строить свой бизнес. Честно говоря, сейчас очень сложно понять, почему в другой регион, почему не в своем городе. Но вот так меня научили, и я была очень послушным консультантом, да, и я сразу же, как сказали, так и начала делать. И вот я поехала в другой регион, мне было всего лишь 6%, я приехала в город Киров. На тот момент в городе Кирова у меня не было ни знакомых, ни родных, ни близких, но у нас приехал целый такой десант, мы высадились, да, из поезда, и мы сняли квартиру, мы сняли офисы, мы начали очень активно работать. Это было очень активное время, очень много уроков я получила в этот период, много для себя сделала определенных выводов, это было классно, здорово и очень интересно. Но я прошла, знаете, вот тогда такую боевую учебу боем, то есть я училась, я переучилась, я переделывала. И, знаете, на тот период мы буквально автобусами возили людей из другого региона в Нижний Новгород, и люди приезжали. Очень много было казусных интересных ситуаций, когда, знаете, у нас была очень интересная ситуация, когда вечером буквально звонит молодая девушка и говорит, вот я, а мы в таком азарте, мы знаем, что на следующий день у нас уезжает автобус, и мы сразу же не очень сильно ее о чем-то расспрашивали, и мы ей сразу же говорим, так, завтра выйти к Сталькита, Сталькита, при себе иметь паспорт, все, автобус выходит вот столько. Знаете, самое удивительное было то, когда эта девушка к нам пришла утром, и стоит такая скромная с молодым человеком, и мы ее спрашиваем, вы кто, что, она говорит, ну вот я вчера звонила, мне сказали, что вот надо прийти, мы говорим, а что вы собираетесь, вы знаете, куда вы, что вы, знаете, самое интересное, она ничего не знала, ничего не поняла, да, но вот пришлось, и она поехала в Нижний дом, в город, и пришлось ей по дороге объяснять, куда она попала, что она будет иметь, что она получит. Это был очень интересный опыт, ну, в общем, наверное, такие вещи уже не повторяются, но вот это вот уже моя история, наша история, через которую мы прошли. И так в компании разные этапы, разные истории, вот это было таким образом. И так, хотела бы я сейчас вас еще познакомить с моей семьей. Сейчас первый слайд, наверное, там у нас, да, получается, слайды можно включить. И так, мой муж, я бы хотела первым делом еще вас познакомить со своим мужем, да, мой муж, это моя опора, это моя защита, это надежное плечо, и он недавно у нас с ним, был 37-летний юбилей. Вот так столько мы лет вместе прожили. И вот так мы выглядели 37 лет назад, там следующие слайды можно. Но при этом эта надежда и опора является сейчас и в бизнесе, потому что Сергей очень активно принимает участие, это директор компании Reflay. И на первых этапах мы вместе с ним были на одном номере, но в 2010 году он сам принял решение и сказал, что хочет самостоятельно работать. И вот это было, в общем-то, его решение. Это было очень здорово. И сейчас он проходит свои этапы и пытается работать в бизнесе, так как он видит сам, в общем-то, параллельно помогая очень сильно и активно. А следующий член моей семьи – это мои дети. Ну, это наши совместные фотографии, где… Вот, наши дети. И это дочь. Наша дочь, вы знаете, мы очень часто называем ее, это наша пчелка, любя, потому что очень многое держится на ее плечах в нашем доме. И это очень активный лидер в моей структуре. Она очень умело, очень классно выстраивает отношения со своими клиентами, со своими консультантами. Она очень щепетильный в работе и очень творческий человек. Наш сын – это, в первую очередь, наша техническая, моя техническая поддержка. Без него как без рук. Правда, сейчас он очень сильно пытается воспитывать меня, говоря о том, что, мам, ты все сама умеешь и все можешь сделать. Но согласитесь, что чайникам иногда, в общем-то, достаточно выгодно быть. У меня, конечно, у него огромный потенциал и очень хотелось бы, чтобы он его использовал. И хотелось бы, чтобы это было в компании «Арифлейм». Директором он у нас уже был. Вот сейчас все, конечно, зависит от него. Самое главное, конечно, вы согласитесь, я думаю, со мной о том, что самое главное для нас, для матерей, чтобы наши дети, в первую очередь, были счастливы, чтобы у них было полное попадание в их цели. Поэтому выбор уже будет, конечно, за нами. И следующий член нашей семьи – это наша внучка. Это практически неумолкающая, очень добрая, очень ласковая и очень активная Лизавета. И самое интересное, у нас с ней такая некая особая связь. Потому что мы с ней две хрюшки по году рождения и обе раки по знаку зодиака. Поэтому это, наверное, все-таки не случайно. Так что это наше путешествие, я думаю, ну, это один из предметов нашей гордости, да, естественно. То, что мы уже за весь период, когда побывали, бывали уже в компании, больше 25 стран мы посетили. Это то, что мы очень любим, то, что нам очень нравится. Это следующий предмет моей гордости в компании – это сертификат на получение акций. И когда выступала Светлана Гелла, это топовый лидер из моей структуры, огромный привет Светлане. Было очень приятно, потому что в Монте-Карло мы получили вот такие сертификаты и акции мы получали вместе. То есть и они с мужем, и мы были там. Поэтому это, в общем-то, очень классно, здорово, когда вы вместе со своими лидерами на одной волне. И так нашей гордостью, моей гордостью, действительно, еще является и моя команда. И в моей команде очень много лидеров активных, позитивных. Конечно, каждая история – это яркий момент. Об этом, наверное, нужно говорить отдельно. И хотелось бы, конечно, каждому уделить внимание, но сегодня у нас с вами немножечко другая задача и другая цель. Но еще последнюю, наверное, своей гордостью я хочу сказать, что все-таки для нас это семейный бизнес. В этом бизнесе практически вся моя семья. И еще в этом бизнесе и моя сестра. Поэтому я думаю, что, наверное, многие из вас хотели бы, чтобы это было так, чтобы вместе с вами были все наши родные. Кому мы в первую очередь желаем добра. Спасибо. Что ж, итак, цель нашей сегодня, сегодняшнего вебинара – все-таки как ставить и достигать цели. И давайте с вами немножечко начнем именно по теме. Вы знаете, я вообще очень люблю проводить всевозможные тесты. Это несколько такой мой конек. Я очень много этого делаю. И сейчас я вам предлагаю в первую очередь, давайте с вами проведем маленький, очень короткий тест. И я прошу, как все тесты, у меня к вам убедительная просьба. Пожалуйста, пишите как можно быстрее, не очень думая, вот все, что вам приходит в голову. Пишите, пожалуйста, ответы на эти три вопроса. Итак, это очень важно, четыре, не права, на эти четыре вопросы. Итак, кто ты, ты кто, куда ты и зачем ты на этой планете? Замечательно, вот я уже вижу чат, классно, здорово, молодцы. У кого есть уже родные, близкие, рядом с вами, это действительно очень классно и здорово. Это ваша гордость, должно быть. Итак, я жду, что вы заполните и ответите на этот тест. Вы знаете, этот тест очень замечательный, потому что на этот тест можно давать ответы очень много-много раз. Вы сами его можете делать несколько раз. И вы знаете, вы обратите внимание на то, что каждый раз ответы у вас будут разные. Вот спасибо, кто уже пишет, классно, здорово. Вы знаете, вот первые два, первые два момента, вот первые два вопроса, вот самые такие вот сейчас важные для нас. А для вас, конечно, все, все важны. Хорошо, вот первые два. То есть я человек, там женщина, мать. Спасибо, спасибо. Хорошо, личность, спасибо большое. Почему важны первые два ответа? Потому что вы для себя можете немножечко понять на данный момент все-таки, что у вас стоит в приоритетах. То есть если первый ответ на первые два вопроса, вы женщина, вы мать, то все-таки, в общем-то, в первую очередь в данный момент у вас приоритеты именно направлены в эту сторону. И вам будет очень интересно, если вы этот тест будете проводить несколько-месколько раз. Итак, это вашу копилку, копилку, даю вам такую вашу копилку, копилку познания, познания себя и познания ваших людей. Потому что это то, с чем мы работаем и всегда будем работать. И нам это очень важно. Итак, сегодняшняя тема. Так, ставите достигатели. Казалось бы, вы знаете, эта тема, ну, достаточно, очень много об ней говорится, очень много проводится обучений. И каждый раз, наверное, каждый из нас ждет вот какое-то чудо, да, скажите мне волшебное слово, дайте мне волшебную таблетку, чтобы цель, которую я поставила, я моментально достиг. Но вы знаете, вы каждый раз будете в этом копаться, в этом разбираться, и это классно, здорово. Следующий слайд. И поэтому это очень-очень важно. Итак, следующий слайд. Итак, цель. И самое главное, чтобы мы с вами немножечко разобрались вот в понятии, чтобы мы их немножко не путали. Потому что нюхать розовый куст, это желание, а посадить куст розовый, вот это цель. Потому что цель всегда должна быть связана с действием. И наша задача из G сделать C, дойти именно до C. Итак, наш с вами вопрос, следующий слайд. Что является отправным пунктом всех перемен и достижений? Жду ваших ответов, да, вот что является, как вы думаете, с чего все начинается? Вот этот вопрос, он такой начальный, все-таки, с чего он начинается, что является отправным пунктом, да, для достижения наших с вами перемен. С чего? Итак, с чего? Я жду ваших ответов. Спасибо. Хорошо. Вот уже начали поступать мечты, решения, мысль. Класс, здорово. Мечта. Угу. Угу. Действия. Так интересно. Угу. Наши желания. Спасибо. Спасибо за ваши ответы, спасибо. Итак, все начинается у нас с вами с желанием. Это является отправным, отправной точкой, потому что желание – это мощный стимул, и оно должно быть обязательно личным, оно должно быть обязательно сильным. И вот очень часто мы говорим о том, что даже желание или нужда. Вы знаете, почему говорю нужда? Потому что очень часто, слушая выступления разных лидеров и их истории успеха, начинаешь понимать, что человек сделал что-то очень часто, очень быстро, без каких-то, знаете, задумок и могу, не могу и так далее, в тех условиях, когда жизнь выгнала воду. Конечно, такие ситуации очень часто случаются. С одной стороны, это классно, здорово, это помогает, да, с другой стороны, лучше, конечно, было бы без жесткого угла, и поэтому… Но выходить из зоны комфорта очень сложно. Конечно, зона комфорта – это не то место, где все хорошо и замечательно, но, тем не менее, это то место, где все понятно, где все привычно. Пусть не так, как хотелось бы, но все-таки меня напрягает. Поэтому желания правят миром, как сказал Наполеон, и сейчас, вы знаете, сейчас в моей структуре принято, чтобы человек писал 100 своих желаний. И у меня сейчас к вам вопрос. Кто, напишите, пожалуйста, кто не писал 100 своих желаний. Итак, 100 желаний – это очень хороший такой некий инструмент. С этим списком очень хорошо и здорово можно поработать в дальнейшем. Итак, 100 желаний – это вы сначала пишите 100 желаний, и потом вы из них выбираете 50 наиболее важных, потом выбираете 25. Итак, доходите до 5 наиболее важных и необходимых именно вам. Писали, писали, хорошо. Вот я спросила, кто не писал все-таки в первую очередь. А, вот я пишу, которые не писали, да? Не писали. Классно, здорово, замечательно. Итак, это вам первое домашнее задание – написать 100 желаний. Потом домашнее задание повторю. Обязательно напишите это, обязательно это сделайте. Вы знаете, второй момент, как поработать с этим – 100 ваших желаний. Мало того, что вы выберете самые необходимые, самые важные, и еще можете со 100 желаниями рядышком посчитать, сколько стоит общая сумма, составить вот эту общую сумму, сколько стоят все ваши 100 желаний. Это вам очень классно может помочь. Помочь для того, чтобы определиться и понять, на какой карьерной лестнице, на ступеньке какой карьерной лестницы вы должны находиться, чтобы вы смогли осуществить все ваши 100 желаний. Итак, пишите ваши 100 желаний, даже если вы их когда-нибудь писали, то в любом случае никогда не поздно, если вы еще и еще это сделаете. Знаете, очень интересно, если вы будете эти желания писать всей семьей. Классно, здорово, если ваши желания совпадут с желаниями вашего мужа. Очень интересно наблюдать, как это делается, как это делают дети. Итак, это тоже вам в копилку вашего понимания, ваших знаний и большей осознанности. Следующее, что нам с вами необходимо для того, чтобы ставить и достигать наши цели – это вера. Следующий слайд. Вера – это один из важнейших элементов в достижении цели. Но вы знаете, так устроен человек, что верит он всегда с оглядкой в прошлое. Надо создавать себе историю собственного доверия, собирать достижения. В этом может вам помочь каталог достижений. Он может являться отличным помощником в достижении цели. Он вам лично всегда будет доказывать, что вы, именно вы можете примерами ваших личных достижений. Вы знаете, меня всегда вдохновляли каталоги достижений моих консультантов. Вы знаете, такое воодушевление, такой взрыв эмоций всегда испытываю. Потому что вот насколько лучше узнаешь своих людей, насколько лучше люди начинают понимать, что это такое, вот это классно, вообще здорово. И поэтому каталог достижений – это ваш инструмент, который вам будет обязательно помогать. Вы узнаете таланты людей и их ресурсы. То есть это тоже вашу копилку, каталог достижений. Вы знаете, оформление может быть творческим. То есть вы можете сделать конкурсы, как я когда-то, в общем, всегда это делала, по каталогу достижений, просто чисто по оформлению. Вы знаете, такие творческие вещи люди делают, очень классно, здорово. Итак, в копилку для достижений. Следующий слайд у нас. Так, знаете, вот в копилку достижений я сейчас еще раз хочу вспомнить о том, что буквально недавно выступала Светлана Гелла со своей темой «Теория поколений». Я тоже считаю, что это очень классная помощь, поддержка именно в копилку, да, потому что чем лучше мы понимаем людей, чем лучше мы ориентированы, что им подойдет, что будет интересно, то это всегда нам с вами будет помогать и общаться и ставить цели для наших людей. Итак, каталог достижений, это тоже, в общем, знаете, классно, здорово, если вы его сделаете именно с детства, своих первых шагов, с фотографиями, с подтверждениями, с дипломами, с медалями, все, что у вас осталось. И это, знаете, даже это может быть вашим неким наследием для следующих поколений и будет гордостью для ваших детей, для ваших внуков и еще кого-то, да, для родных и близких. Итак, ставить цель нужно постепенно увеличивая, в общем, не сразу, да, а постепенно увеличивая, учитывая, сколько вы имеете максимально на данный момент, всегда это надо обязательно учитывать, сколько вы имели до этого. Например, если ваш доход до этого составлял 20 тысяч рублей, то мы можем с вами увеличить, да, на 50 процентов, то следующей целью может быть стоять только 30 тысяч. Почему? Потому что подсознание это примет и не будет сопротивляться. Поэтому лучшая цель разбивать на этапы, я очень люблю такую фразу, потому что из слона можно съесть, если есть по кусочкам. И, как говорит мой любимый бизнес-тренер Екатерина Салье, маленькими шагами. То есть все нужно стараться делать маленькими шагами и не делать резких движений и больших скачков. И так цель должна быть правдоподобной, реалистичной и непростой, потому что, естественно, чтобы было к чему стремиться. И, как вчера говорил Максимчук, тогда Вера уже будет в этом случае являться следствием. Приветствую. Костя Петрович, привет. Здравствуйте, я дала вам отдохнуть после форума. Прошу прощения, у нас какие-то выпадают. Так, и чего? Мне очень понравилось чего. Я просто сейчас покрываться выступает Светлана. Ну, вот я послушала, да, и решила, что вам позвонит. Она молодец, ну, вчера очень сильно выступил Валерий Максимчук. Да? Да, мне из всех, я не из всех посмотрела, честно, я себе в руках не смотрела, но есть записи. Есть все, я не смотрела. Екатерину Салья, она мне не нравится. Я ищу кого-то там, ну, есть, кого не смотрела. А вообще... Так, прошу прощения, у нас какие-то помехи. Сейчас у меня что-то со связью. Убедительная просьба отключиться, кто звонит сейчас, в данный момент. А где же я-то? Сейчас я не знаю. Не знаю, вижу только вашу фотографию. А сейчас? Вот, теперь вижу. Вот, видишь, хорошо. Да. Ну, а разве можно за 45 минут или сколько? Да, ну, глупости, нет. Итак, алло, теперь скажите, пожалуйста, слышно ли меня? Все нормально, все слышно, все вернулось в норму. Спасибо. Какое-то нереальное вторжение. Да. Я очень сильно извиняюсь, я не знаю, как это произошло. Все нормально, продолжаем. Итак, мне хотелось бы сейчас вам привести пример с Верой. Это была очень интересная ситуация в моей структуре. Как-то один год компания объявила акцию тем лидерам, которые выполнят условия, была возможность поехать на золотую конференцию. И мои лидеры старались, и многие из них выполнили условия. И буквально незадолго перед самой золотой поездкой, на золотую конференцию, их обзванивали. Обзванивали и задавали один единственный вопрос. Есть ли у вас загранпаспорт? И вы знаете, это, наверное, самый большой шок, который я испытала, потому что ни один из трех человек, у которых, которые выполнили условия, ни у одного из них не было загранпаспорта. И сделать в тот момент уже ничего было нельзя, потому что за один день, даже по великому глату, даже за деньги тогда загранпаспорта не делали. Вот такой может быть казус. Я думаю, вы понимаете мое состояние, состояние этих людей. У меня просто была истерика. Но вот что значит вера? Что значит до конца верить и, конечно, не сомневаться? Поэтому, если уж мы делаем, да, то, конечно, все предварительно мы должны для этого сделать. Ну что ж, это все-таки был достаточно большой опыт. И следующий слайд. Конечно, цели нужно обязательно. Да, познание себя бесконечно. И вот все те в копилку, что сейчас я проговаривала, это всегда будет вам помогать, и вы всегда вот эти моменты не забывайте. Итак, следующий слайд. Цели, конечно, нужно записывать. Итак, потому что, если они у нас с вами не прописаны, то цели – это просто не цели, а это просто желание. Вы знаете, на эту тему у меня тоже огромное количество примеров из моей структуры. Два ярких таких момента. Один консультант в моей структуре очень хотелось, чтобы у нее была машина. И она не ставила перед собой задачу ее купить, хотя мы сначала предварительно немножко надсмехались над этим, но и сложилось, в принципе, сложилось так, как она хотела. Ей подарили машину. Но, вы знаете, есть нюанс. Когда мы потом обсуждали, оговаривали, оказывается, она не прописала в подробностях, да, и получилось, что она получила машину не той марки, которой бы ей хотелось. У нее были проблемы с техосмотром, какие-то запчасти нужно было менять и так далее. То есть эта машина не принесла той радости и того удовольствия, которые бы, в общем-то, могли. И следующий пример, опять же, из моей структуры. Следующий мой лидер хотела себе купить машину. Но она подошла к этому тщательно. Она все очень подробно прописала, какая, что должна быть купить ее по очень выгодной цене. И у нее был такой, знаете, пункт, что она хотела бы купить машину, то, чтобы нужно было бы, чтобы... Да, я прошу прощения. То есть она хотела купить машину обязательно у успешной женщины. Вот такой был пункт. Вы знаете, самое интересное, что все сложилось именно так, как она запланирована. И именно такая покупка у нее состоялась. Так, это очень важно, поэтому все обязательно нужно прописывать. Следующий слайд. Это полный список преимуществ. Вы знаете, очень важный момент. Я сейчас этому уделяю большое внимание. То есть тот список, который вы получите, да, это обязательное условие в моей структуре сейчас, потому что мы прописываем, просчитываем, проговариваем. И вы знаете, это очень важно. Чем больше вы пропишете, тем больше будет стимул, тем больше будет энергии для достижения. То есть здесь могут быть пункты, не только те денежные измерения, не только те подарки, которые человек получит при достижении этой цели. Это и те моменты удовлетворения, тех эмоций, те ощущения с вашего окружения, чем, что вами будут гордиться, что, насколько изменится, изменится ваше отношение. Вот это очень обязательная вещь. Итак, следующий пункт у нас с вами, следующий слайд, анализ сегодняшней ситуации. Не в прямом смысле, но тем не менее, опять, это, знаете, вот хочу повторить, что это опять же любимая фраза Екатерины Салье, что иллюзии разрушают нашу жизнь. Если мы с вами не будем четко и конкретно понимать, да, как обстоят дела, что, где мы находимся, что мы имеем, какой опыт у нас уже с вами есть, какие ошибки мы уже допускали, какие, с какими проблемами мы сталкивались, в общем, какие у нас с вами есть ресурсы, какие у нас с вами способности, конечно, это нам будет только с вами мешать. Поэтому вот анализ сегодняшней ситуации – это обязательная вещь, и обязательно нам в этом будет помогать. Следующий пункт у нас с вами – крайний срок цели. Следующий. Итак, обязательно должен быть, чтобы измерить, и чтобы всегда у нас была возможность измерять, анализировать. И поэтому цели лучше иметь гибкие, интервальные. И вот чтобы мы планировали с вами, а интервала вы сами для себя определите. Недели, две недели, или это целые каталоги. То есть вот эти крайние сроки мы обязательно для себя должны обозначать. Следующий наш пункт – мы обязательно должны с вами определить препятствия. Мы всегда должны понимать, что барьеры на нашем пути – это реально, это нормально, это будет обязательно. А вот что нам будет мешать, нам всегда надо обязательно с вами разобраться. Следующий слайд. Я выделила, конечно, барьеров на нашем пути может быть огромное количество. Вы знаете, в свое время я когда-то прописывала на начальной стадии, когда делала бизнес, и у меня прям отдельная была барьера на моем пути. И в принципе, он, этот список до сих пор актуален. Вы можете составить этот список свой. Это могут быть отсутствие знаний, это может быть здоровье, это может быть отсутствие неприятия нового, это неумение слушать, это боязнь страха ошибок, отсутствие самодисциплины. То есть вот как вы составите этот список, но вот я для себя еще помимо этого списка, который вы можете сделать свой, я еще выделила три пункта, что нам может с вами мешать. Первое – это лень, второе – это страх, и третье – это убеждение. Ну, по поводу лени, я думаю, немножечко понятно, потому что когда мы знаем зачем и что, немножко проще и легче справиться с этим пунктом, а вот со страхом следующий момент, что страх – это диагноз, и лечится он через обострение и преодоление. Поэтому очень важно, когда мы ставим перед собой цель, задавать очень важный и основной вопрос. Вопрос ради чего? Итак, если нет понимания, почему, зачем, то велик риск сдаться. Нет ответов на эти вопросы, значит, в общем-то, не до конца и не четко определены цели. Если есть цель, а результата нет, в этом случае нужно ориентироваться на то, где же у нас с вами перепос. Есть результат, нет, результата нет. Значит, цели, потому что цели должны быть четко связаны с ценностями. Знаете, уже на одном из вебинаров выступала Ольга Кирилльчук, и она как раз проговаривала по ценностям, что это действительно очень-очень важно. И поэтому я предлагаю вам определить три ваших самые большие ценности и ориентироваться на них. И тогда, если вы будете ценности ориентировать, ваши цели ориентировать на ценности, вам будет более понятно, это будет более четко и конкретно. А теперь у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, какие ценности у нашей компании? Итак, какие ценности у нашей компании? Это то, что мы с вами, конечно, должны знать, да, но, тем не менее, наверное, очень редко сейчас это мы проговариваем, а это очень-очень важный момент. Да, хорошо. Итак, какие же ценности нашей компании? Я жду ваших ответов. Пожалуйста. Ценности нашей компании. Спасибо. 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 Классно. Здорово. Здорово. Спасибо. Действительно, это единство, дух и страсть. Обязательно напомните себе, не забывайте об этом, потому что, если у нас с вами наши ценности перекликаются с ценностями компании, значит, мы действительно попали туда, где должны быть, и это нам точно так же должно очень хорошо помогать. Итак, следующий нашим пунктом является, спасибо за ответы, следующий пункт – это убеждения. Убеждения. Значит, убеждения – это наша тюрьма, я бы так назвала, в которой мы с вами живем, это степень нашей свободы, и они определяют, как мы с вами действительно будем жить. Задача – научиться правильно думать и правильно мыслить, да, и вот любые убеждения должны стать частью нашей личности и помогать, а не мешать нам. Конечно, с этим вопросом точно так же можно бороться. Вот смотрите, убеждения у нас с вами закладываются в процессе жизни, это может идти из детства, это идет от нашего окружения, чьи-то брошенные фразы. Ну, вы все прекрасно помните, например, для многих из вас это знакомо, когда многим родителям, наверное, говорили, что нежели богатое, нечего начинать и так далее. Вот это наши убеждения, которые нам не помогают, а только мешают, и это то, с чем нам с вами обязательно нужно работать, поэтому вот эти убеждения нужно нам с вами исправлять. Итак, как с этим работать? Берем негативные убеждения и просто переформулируем их. И в позитивном ключе, и как любую привычку, мы с этим работаем в течение 21 дня, мы просто проговариваем, мы проговариваем это. Примеров это может быть разный. Мы сами своем, вот смотрите, мы сами создаем свои невидимые грани. Вот Александр вчера как раз привел очень интересный тест с девятью точками. Я как раз тоже хотела этот тест привести, но спасибо ему, он уже это сделал. Итак, вот это очень важно, выходить за рамки, за рамки, за границы, которые мы сами для себя определили. Итак, убеждения управляют нашим поведением. И вам нужно для себя выбрать, какие убеждения вам мешают, с которыми, с какими убеждениями вы будете работать и какие убеждения будете исправлять. Ну и в качестве примера, если, например, вам важно поработать с убеждениями по поводу продаж, таким, знаете, лозунгом «Продавать это круто!» Следующий, например, это тоже, знаете, любимый лозунг Екатерины Салье, бизнеса без продаж не бывает. Ну, предположим, еще MLM, и это легко. Итак, наша задача с вами. То, что нам помогает развивать, а то, что нам мешает, конечно, стараться от всего этого избавиться. И у нас с вами следующий слайд. Итак, что нам с вами будет помогать? Это высокий уровень коммуникаций. Это то, с чем, понимаете, мы будем нарабатывать, набираться опыта, то, что у многих это есть, а кому-то это нужно наработать, но тем не менее, это важный момент. Второе, владение технологиями, то есть понимание, как и что делать. И третий пункт, это способность управлять эмоциями. Это выделила я. Такие моменты для меня, мне кажется, это очень важным. Вот вы знаете, когда я начинала сталкиваться с очень эмоциональными лидерами, которые очень активные, энергичные, честно говоря, у меня возникал на начальном этапе даже некий такой комплекс, у меня возникала мысль, я так никогда не смогу. Вы знаете, и это мне, естественно, не помогало, меня это напрягало, но слава Богу, что в нашей компании огромное количество разных примеров и достигают результаты разные лидеры, не только очень эмоциональные, такие вот и очень сильно яркие. Есть более спокойные, более уравновешенные, и это очень хорошо, что такие примеры есть. И вы знаете, ну вот как раз тоже на одном из вебинаров Ирина Сенкевич говорила про выгорание лидера. И вот мое мнение таково, что этому подвержены очень эмоциональные лидеры, очень эмоциональные люди. Но вот если мы с вами будем уметь управлять своими эмоциями, стараться быть ровными, спокойными, уравновешенными, то, конечно, нам это всегда будет помогать. Итак, следующий пункт это наше с вами окружение. Окружение – это то, кто находится рядом с нами, это эти люди, друзья, знакомые и так далее. Это те, которые сейчас есть, это то, что будет меняться, и это то, с чем мы соприкасаемся, и то, что нам может помогать. И поэтому наша задача, чтобы наше окружение нам помогало, и мы чем могли, помогали им. Наша помощь, которую они могут нам оказать для достижения цели. А вот есть такой закон возврата. Что посеешь, то пожнешь. И чем больше мы с вами посеем, посеем доброго, хорошего, тем больше мы будем с вами собирать урожай в будущем. Следующий закон – закон компенсации. У каждого действия получает равный, каждое действие получает равный по силе отклик. Поэтому задумываться, чем мы можем помочь другим, чем мы их можем поддержать, – это очень важный момент. Следующий закон – закон услуги. Давая – получаешь. И поэтому, что мы можем дать другим? Что, чем мы можем быть полезны другим? Чем мы можем вознаградить их за их действия? Что привнести в их жизнь? Вы знаете, секрет успеха – давать больше, чем заплатят, и делать более тщательно. И как написано в Библии – давать большее блаженство, чем брать. Следующий пункт – собрать детали. Это тоже очень важный пункт, потому что наша задача составить план, тщательно его расставить, пункты в этом плане, в порядке приоритетности, важности, временных рамок и так далее. И поэтому обязательно это нужно прописать, расписать, продумать тщательно. И это очень важный момент, и чем больше мы в этом будем разбираться, тем больше нам это будет помогать, конечно, в достижении наших с вами целей. Очень важный, интересный был пример. Когда-то выступала Наталья Игель, есть такой яркий лидер, эмоциональный яркий лидер, которая, рассказывая свою историю, говорила о том, что когда она пришла в компанию, ее целью, ее мечтой было отвезти собственного сына в Диснейленд. И прошел период времени, она достигла звания золотого директора, и кто-то из ее окружения спросил, ну что, ты свозила собственного сына в Диснейленд? Знаете, было интересно, что она сказала, нет, еще не свозила. А почему? А она говорит, ну как, я еще, наверное, не в состоянии это сделать. Тогда задали очень простой вопрос, а сколько это стоит? Интересно было то, что до сих пор, то есть вот она не продумала, не узнала, не разобралась, да, сколько это стоит. Когда она все очень подробно узнала и поняла, то, естественно, поняла, что вот эту цель она могла бы усуществить давным-давно. Поэтому хорошо бы, чтобы мы с вами не делали таких ошибок и делали это очень правильно, потому что, знаете, вот сейчас мне очень приятно, что у меня в структуре, конечно, очень много интересных примеров, и есть тоже очень яркий, интересный пример, когда один из лидеров собралась в поездку, и она мечтала о поездке в Париж, и про эту поездку, знаете, она подошла к этому очень тщательно и продуманно, она поняла, разобралась, сколько это стоит, какие варианты, как можно это сделать и так далее. То есть очень тщательный был подход, и благодаря всему этому, эту мечту свою она осуществила. То есть вот она собрала все эти маленькие детальки, пазлики, да, собрала вот это общее, и это действительно помогло ей для осуществления цели. Итак, следующий момент у нас с вами – это четкая яркая картинка. Это четкая яркая картинка уже достигнутого. Конечно, очень важно, чтобы мы с вами представили в своем сознании, нарисовали, просмотрели мысленно, чем больше ярких деталей, да. Конечно, это лучше делать всегда наедине с собой, постараться вкусить вот те моменты, которые вы можете испытать. Вот эта картинка должна всегда стоять перед вами, это представление вам точно так же всегда будет помогать. Ну и, конечно, не только яркая картинка, все, что вам может помогать в достижении вашей цели. Знаете, у меня примеры есть разные. Одна из моих лидеров для... Прежде чем закрыть звание золотого директора... Спасибо, проигель. Значит, прежде чем закрыть звание золотого директора, она себе на мобильный телефон написала... Такой, знаете, призыв «Доброе утро, золотой директор». Вот это ее мотивировало, это помогло. Одна из лидеров, когда ехала в машине, она проговаривала, кричала, пела о своей цели. Это тоже, в общем-то, действительно, ее очень сильно сподвигло и помогло. Я в свое время, когда ставила себе цели, очень любила свои цели прописывать и прописывала эти цели на зеркале. Это было как-то для меня очень ярко, и мне это очень сильно помогало, прописывала на зеркале губной помадой. Со мной очень долго боролась моя мамочка, она пыталась втирать мои цели, но, тем не менее, у меня хватало терпения, я еще раз и еще раз писала. Если вы боитесь, что кто-то будет смеяться над этим, кто-то вас не поймет, вы можете сделать так, знаете, как маячок, обознавательные знаки, так, чтобы никто ничего не понял, «я», «бре», «дре» и так далее. Но чтобы это было для вас, вот этот маячок, чтобы вы это видели, чтобы это тоже вам обязательно помогало. И следующий у нас с вами слайд. Нам обязательно нужно подкрепить все упорством. Потому что никогда нельзя сдаваться. Обязательно пообещайте себе, потому что все может быть на пути. Потому что мы с вами уже разбирали о том, что могут быть барьеры. Мы это все реально должны понимать. И мы должны понимать, что даже если упадешь, ничего страшного. Главное, не сколько раз вы упали, а сколько раз вы поднялись. И так упорство обязательно должно быть. Самодисциплина – это степень вашего упорства. А упорство – это мера веры в себя. И вы знаете, вот тут мне приходит очень интересный анекдот. Я его очень любила всегда. Значит, анекдот такой. Молится человек в церкви, стоит на коленях и говорит, «Господи, дай мне возможность выиграть лотерею, на лотерейный билет». Молится день, молится два. И, в общем-то, стоит никаких результатов. На второй день не выдерживает еще один с ним мужчина, падает рядом с ним на колени и говорит, «Господи, да дай ты ему выиграть в этот лотерейный билет». Волос светлый. Я бы рад. Пусть он хоть билетик купит. Итак, обязательно мы с вами, действительно, упорство, оно должно быть к месту и к делу. Поэтому это очень-очень важный у нас с вами момент. И сейчас мы быстренько с вами пробежимся, что действительно... Так, у меня сейчас к вам сначала предложение. Давайте я предложу вам выполнить одно маленькое упражнение. Я думаю, что у каждого из раз в руках есть ручки. И я вам предлагаю, попробуйте уронить ручку. И напишите мне, пожалуйста, сразу же в чат, что у вас из этого получилось. Итак, попробуйте уронить ручку. Итак, что из этого может получиться, если мы с вами попробовали. Вот тут у нас интересно пишут про взлеты и падения. Правильно, сто раз упал, сто один раз поднялся. Спасибо. Спасибо, спасибо. Вот, знаете, как интересно. Вот уже пошел вопрос «Зачем?». Большое спасибо те, кто уже написал, кто сделал. Знаете, те, кто делают, вот это классно, здорово, потому что вы молодцы, у вас обязательно будет в жизни все получаться. А когда мы с вами сопротивляемся, задаем вопросы, а зачем, а нужно ли и так далее, ну что ж, это то, что нас с вами будет тормозить. Итак, вы молодцы, вы правильно сделали, потому что действительно попробовать нельзя. Можно либо сделать, либо не сделать. Итак, следующий у нас с вами важный момент. Что же нам с вами будет помогать? Что же нас с вами будет мотивировать и добавлять нам энергию? Три. Следующий слайд у нас с вами. Итак, как мы будем с этим справляться? Первое. Создавайте видение своей жизни. Знаете, у меня к вам следующее такое домашнее задание. В преддверии Нового года, я думаю, что это очень классно, здорово и значимо. Напишите сочинение для себя лично. Моя идеальная жизнь. Чем подробнее вы это распишите, тем более яркие картинки вы нарисуете. Вот именно идеальная жизнь, не то, какая ничуть лучше, чем сейчас, а идеальная. То, чтобы вам доставляло огромное удовольствие, восторг, эмоции. Напишите это для себя. Вы можете это даже вставить в рамочку, чтобы вы это видели, чтобы вы всегда на это ориентировались, чтобы это точно так же вам помогало в ваших достижениях, вас ориентировало на что-то большое, огромное, масштабное. Итак, что вас будет окружать? Кто будет рядом с вами? Какие будете вы? Какие ваши цели будут осуществлены? Что вы испытывать будете? Кто будет радоваться за вас? И какие будут эмоции? Следующий момент – это визуализируйте свое будущее. Конечно, делайте это наедине. Вот все, что вам может помогать. Это может быть какая-то музыка. Закройте глаза, представьте себе. Создайте вот этот некий образ. И обязательно создайте каталог вашей мечты. И это тоже огромная помощь и поддержка. Следующий МА-пункт – учиться, учиться и учиться. Вы знаете, я всегда гордилась своей структурой, потому что она очень обучаемая, всегда откликались на все обучения. И я думаю, что каждый ощутил на себе. Те, кто не останавливался, те, кто постоянно это делал, это только помогает в достижении целей. И каждый из этих людей может сказать, насколько он меняется, насколько он растет с каждым обучением, с каждым новым шагом в своей жизни. Поэтому новое обучение вам может помочь. Это и литература, и тренинги. То, что, конечно, в первую очередь, те тренинги, которые рекомендуют вам ваши спонсоры. И обязательно это нужно обсуждать, это обязательно нужно слушать, продумывать. Испытывайте на себе все, что может вас приблизить к этой цели, к вашей цели. Знакомьтесь с историей неуспеха. Смотрите фильмы, которые могут заставить вас думать. Вы знаете, вот в качестве примера, пишите, пожалуйста, кто из вас смотрел... Нет, наверное, кто из вас не смотрел фильм «Порест Гамп». Итак, кто из вас не смотрел фильм? Конечно, я рекомендую не только этот фильм. Их огромный список, но я считаю, что этот фильм это некая классика в сетевой индустрии. И вы знаете, когда-то очень давно, первый раз я смотрела просто так, но когда я смотрела уже внимательно именно под этим ракурсом, действительно, то у меня очень сильно изменилось взгляды, отношения. Я была поражена, сколько мыслей, сколько классных идей, вещей, которые заставляют задуматься. Поэтому я вам очень сильно рекомендую обязательно посмотреть этот фильм. Вы почерпнете для себя огромное количество идей. Конечно, это еще и фильм «Секрет». Это, конечно, и фильм «Последний отпуск». И, в общем, список этому очень огромный. Да, на БКК вот многие смотрели, кто был у Катерины Салье. Значит, знаете, у нас вообще в структуре очень интересная, есть такое традиционное, каждый год у нас в структуре летом проходит тур «Слеты». И у нас принято, что в первый день заезда на тур «Слеты» мы обязательно вечером смотрим какой-нибудь фильм. Мы очень долго смотрели фильм «Секрет», который потом задумывались, обсуждали, анализировали. Потом смотрели другие фильмы. И там каждый год мы просматриваем какой-то фильм. И это, в общем, очень классно, здорово. Поэтому нам это очень помогает. Еще у меня как-то в структуре был такой опыт, когда мы делали совместный выход в кинотеатр. Это был фильм, именно фильм, а не мультфильм «Алиса в стране чудес». Фильм шел в 3D. Мало того, что мы получили огромное удовольствие с кучей эмоций, и при этом очень много всего вынесли после этого фильма. Знаете, очень интересно было потом анализировать, потому что мы все были на одном фильме, а услышали абсолютно все разные. Это, вы знаете, как некий тренинг. Вот для меня это было классно, здорово, потому что это, опять же, было копилку моего понимания, что для важного из каждых моих людей, что ценного они услышали, что о нем слышали. И вот эти вещи, понимаете, они очень точно так же здорово могут нам с вами помогать. Итак, ну а потом, конечно, еще у нас, значит, с вами, вот все, что нам с вами может помогать, это и позитивные фразы, да, все, что наш с вами может поддерживать, классно, здорово. И, вы знаете, когда выступал Антон Долженко, значит, мне понравилась, очень понравилась его фраза, что обучение не имеет конечной цели, что это процесс. Я тоже считаю, и, вы знаете, вот я очень хорошо поддерживаю Антона в том плане, что меня, честно говоря, тоже выбивает, когда мне вдруг человек говорит, что он все знает. Вот у меня наступает стопор, и я даже не знаю, честно говоря, что можно ответить в этом случае. Итак, поэтому это процесс, которым мы должны мы с вами постоянно, которым мы должны постоянно заниматься и заниматься. Итак, еще следующий пункт, я думаю, что у нас совсем немножечко осталось, поддерживайте порядок и чистоту. Вот что нам с вами может помогать добавлять энергию? Ваш внешний вид, имидж, аромат, который от вас, макияж, это все действительно вам будет помогать, потому что, ну, любая женщина прекрасно знает, что если она хорошо выглядит, да, она чувствует себя более уверенно. И, конечно, это классно, здорово. Хорошо, чистота не только, конечно, чистота дома, да, чистота в офисе, в офисе тем более, потому что это лицо нашей компании, да, это очень-очень важно. И если у нас с вами беспорядок, то это беспорядок не только вокруг нас, это, конечно, хаос и беспорядок в нашей голове. Поэтому упорядочить свою жизнь, мы, упорядочив свою жизнь, мы найдем новую энергию для достижения наших целей. Следующий пункт – это правильно питайтесь. Вот это не случайно. Сейчас это стало, такой, знаете, модный лозунг, да, слоган «Правильно питайтесь». Я думаю, что вы с этим совсем согласны, потому что если мы с вами будем правильно питаться, значит, мы будем здоровыми. И, конечно, если мы будем здоровы, значит, у нас всегда будет как можно больше позитивной энергии, да, нас ничего не будет так и сильно напрягать. Ну, тем более нам с вами. В этом классно повезло, потому что у нас есть замечательные продукты, продукты его, а у нас они нам только энергию и дают. Итак, следующий пункт и последние перемены к лучшему. Вы знаете, в детстве мы с вами, я думаю, что вы согласитесь, и, может быть, кто-то помнит, что все мечтали, все хотели, но в процессе жизни, в текучке каких-то проблем и всего остального мы становимся, вы знаете, как выключены батареями. И тогда новый ремонт, новая квартира, машина, о которых мы с вами мечтали, уже не вызывает тех эмоций, той энергии. Вы знаете, это такой знак свыше, значит, наступило время, время перемен. И вот какие могут быть варианты для того, что немножко себя взбудоражить, сдвинуть с мертвой точки? Просмотрите, вы знаете, вот, ну, наверное, это актуально, кто-то уже с этим сталкивался, и, может быть, с этим работаем. Значит, просмотрите свой гардероб. Уберите то, что вы давно не носите, то, что вам мешает. Освободите, дайте возможности новой энергии. Пустите ее. Вы знаете, у нас дома с этим очень хорошо справляется дочь. Она очень беспощадно расправляется со всем, что действительно есть дело. Для этого, конечно, существует огромное количество благотворительных фондов, организаций, и просто, в общем-то, рядом много людей, которые нуждаются. Просмотрите ваши фотографии, те, что вам не нравятся, удалите из ваших альбомов, или те фотографии, после которых у вас неприятные воспоминания. совершите перестановку дома. Смените шторы, поменяйте коврик в ванной, у двери, купите себе новую кружку. Сделайте. Сделайте что-нибудь. Смените имидж, выкрасите волосы. Ну, я думаю, женщины очень хорошо с этим справляются и знают. Итак, сделайте что-нибудь, как говорит, и любит говорить Екатерина Салье, хоть что-нибудь сделайте, да, пусть это будет неправильно, пусть это будет мало, но хоть что-нибудь, в любом случае, какие-нибудь шаги. И тогда ваша энергетика начнет двигаться вслед за вашими переменами. Итак, следующий у нас с вами слайд. Вот сразу же хочу вам напомнить о домашнем задании, да. Вы знаете, классно, здорово, если вы вот возьмете себя и обязательно это сделаете. Написать 100 желаний, напишите каталог ваших достижений с вашими подтверждениями и напишите сочинение «Моя идеальная жизнь». И я думаю, что вы согласитесь, что это вам очень здорово будет помогать в достижении ваших целей, вашего настроя. Следующий у нас с вами слайд. Итак, успех значит успеть. Так написано на лондонской фондовой бирже. Самая большая трагедия – это трагедия нереализованности. Вот знаете, у нас с вами здорово, что мы уже знаем, как. И еще можем это сделать. Потому что есть единственный ресурс, который не восполняется – это время. Вот пока мы с вами можем, мы обязательно должны действовать. Ставьте перед собой сумасшедшие цели. Только они могут заставить вас по-новому взглянуть на мир. То, что кажется недостижимым сейчас, это всего лишь поток сегодня, это всего лишь потолок вашего сегодняшнего уровня. Когда вы подниметесь выше, то этот потолок станет полом под вашими ногами. Я вам желаю от души, чтобы ваши цели, они были правильными, чтобы вы все, что ставите, обязательно достигали. Все, что вам может помочь. Помогайте, слушайте, учитесь, будьте успешными. Потому что вы все слышали, что вокруг нас огромное количество и всего, всего-всего, что только мы можем иметь. Изобилия вокруг достаточно. Не отказывайтесь от этого. Будьте успешными, всего вам доброго и с наступающим вас Новым Годом. Есть смысл подвести итоги и поставить, наконец-то, новые цели, новые задачи на следующий год. И тогда он будет более результативным и эффективным. Всего вам доброго. И большое спасибо Александру за эту возможность выступить сегодня. Это было неожиданно для меня. И очень приятно. Спасибо всем. Огромное спасибо за ваши отклики, за ваши благодарности. Будьте счастливы. Итак, давайте поблагодарим Светлану Калиеву за эти секреты. За эти секреты по тому, как ставить, как вообще подходить к постановке цели и достигать ее в результате. И, Светлана, огромная благодарность от меня, от участников. Чат буквально вот пестрит большим количеством благодарностей по тем каким-то фишечкам, которые сегодня вы раскрыли. Давайте подведем, опять же, итоги. Традиционно напишите какие-то... Ну, нет смысла сейчас вот перечислять все пункты, которые так четко дала Светлана. Есть смысл для себя отметить какие-то главные мысли, главные инсайты, как принято говорить. Открытия, которые произошли у вас сегодня благодаря выступлению, которое вы только-только-только сейчас слушали, потому что с вами делились самыми ценными, самыми сокровенными фишечками, скажем, методиками, взятыми и опробованными на практике много-много-много-много-много раз, что позволяло и позволяет расти по лестнице успеха, потому что хочу вам напомнить, что только-что вы слушали бриллиантового директора, топ-лидера компании Reflame Россия Светлану Калиеву. Итак, на этом наш сегодняшний девятый день онлайн-форума подошел к концу. У нас была очень насыщенная сегодня программа, несмотря на различные технические недоразумения и так далее, но тем не менее сегодня было круто. Вот сегодня было круто. Согласитесь, да? Завтра мы с вами продолжаем. У нас еще предстоит услышать два спикера, двух лидеров. Это у нас что, четвертое число, у нас пятница, да, пятница. И уже мы плавненько подходим к концу, но при этом впереди еще очень-очень-очень много чего интересного. Итак, всем спасибо за активное участие, всем хорошего вечера, хорошего отдыха, набирайте сил, чтобы завтра снова мы с вами встретились. Всем счастлив, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok